Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о четырехмерных фигурах. Рассмотрим с разных сторон всякие четырехмерные кубы, цилиндры и даже вот такие вот штуки, чтобы это ни было. Для того, чтобы указать положение любого объекта в нашем пространстве, достаточно трех координат. Но что если я захочу добавить еще одно измерение, четвертое? Проблема в том, что из нашего трехмерного пространства нельзя будет увидеть это дополнительное измерение. Поэтому давайте вместо того, чтобы добавлять четвертое измерение, сначала попробуем убрать третье и посмотрим, что будет. Теперь мы видим плоскость, причем мы видим всю плоскость сразу. Если в трехмерном пространстве одни объекты для нас могли загораживать другие, то теперь ничто от нас не спрячется, так как мы можем взглядом охватить всю плоскость целиком. По аналогии с этим, если бы мы хотели увидеть четырехмерный объект, нам бы понадобилось трехмерное зрение, то есть возможность видеть трехмерный объект сразу со всех сторон, в том числе изнутри. Поэтому, чтобы увидеть четырехмерные объекты, нужно прибегнуть к разным способам их визуализации. Мы живем в трехмерном пространстве, но глазами мы видим лишь двумерную картинку, однако мы можем определять расстояние до объектов. Точно так же житель двумерного пространства видел бы перед собой просто одномерную линию. Но если бы у него, например, как и у нас, было бы два глаза, то он смог бы определять расстояние до объектов. Таким образом, в этих линиях он смог бы распознавать разные фигуры. Но теперь, если через его плоское пространство будет проходить трехмерный объект, то для него будет казаться, что этот объект просто появляется из ниоткуда и в никуда исчезает. Но вот если посмотреть на это в трехмерном пространстве, то мы увидим, что этот появляющийся из ниоткуда круг, это просто пересечение плоскости с трехмерным шаром. Но там круг постепенно появлялся и постепенно исчезал, а теперь он появляется резко. Это на самом деле просто трехмерный цилиндр, который проходит через это двумерное пространство. А теперь попробуйте догадаться, что это за фигура. Прямоугольник постепенно появляется, а потом постепенно исчезает. На самом деле, в данном случае это тот же самый цилиндр, просто повернутый под другим углом. Возможно, жители этого двумерного пространства не смогут полностью представить трехмерный объект, но они смогут посмотреть на серию срезов трехмерного объекта, которые проходят через их 2D мир. И смотря на вот эти вот срезы, они, наверное, смогут составить некоторое представление о трехмерных фигурах. А мы точно так же сможем сделать с четырехмерными фигурами, проходящими через наше трехмерное пространство. Вот, например, четырехмерная сфера, которая проходит через наше трехмерное пространство. Мы видим это как трехмерную сферу, которая постепенно появляется, а потом постепенно исчезает. Вот смотрите, более сложная четырехмерная фигура. Это гиперкуб. Если трехмерный куб будет проходить через плоскость, то мы увидим резко появляющийся и исчезающий квадрат. Но вот если этот куб будет повернут и будет проходить через плоскость под углом, то мы увидим вот такую вот картину. Как будто сначала появляется треугольник, потом он превращается в шестиугольник, потом опять в треугольник и потом исчезает. Если четырехмерный куб будет проходить через наше пространство, то мы увидим резко появляющийся и исчезающий куб. Но вот если этот гиперкуб будет повернут, то мы увидим похожую картину на то, что мы видели, когда куб проходил через плоскость. Там мы видели треугольник, превращающийся в шестиугольник и обратно. Здесь же появляется тетрайдер, то есть трехмерный аналог треугольника. Одна из сторон превращается в шестиугольник, который потом превращается в пятиугольник, и многие другие стороны тоже превращаются в пятиугольник и остаются два треугольника. В общем, такая вот фигура у нас получается. А что, если четырехмерный объект будет вращаться? Давайте для начала возьмем трехмерный объект, например, вот этот вот цилиндр, и посмотрим, как выглядит его пересечение с плоскостью. Видно, что область пересечения сначала образует круг, а потом прямоугольник. И точно так же, если мы будем вращать четырехмерный цилиндр, который пересекается с нашим трехмерным пространством, то мы увидим цилиндр, который превращается в сферу и обратно. А если мы будем вращать куб, то сначала на пересечении мы увидим квадрат, который превращается в шестиугольник, кстати, не совсем ровный, который потом опять превращается в квадрат. А перед тем, как посмотрим на вращение четырехмерного гиперкуба, давайте разберем то, как вообще устроено вращение. Когда-то, когда я особо не задумывался над тем, как работает вращение, я думал, что вращение происходит вокруг какой-нибудь оси. Например, объект можно повернуть вокруг оси Х, или вокруг оси У, или вокруг оси З. Тогда для описания вращения четырехмерного объекта понадобилось бы всего четыре параметра, то есть вращение вокруг оси Х, У, З, ну и еще одной, назовем ее W. Но на самом деле, то, что вращение происходит ровно вокруг оси, это скорее совпадение именно нашего трехмерного пространства. Это ломается уже даже в 2D. Если мы посмотрим на вращающийся квадрат, то вращается он как бы вокруг оси, которая указывает вверх. То есть вокруг той оси, которой даже нет в двумерном пространстве. Поэтому правильнее будет сказать, что вращение происходит в плоскости. Например, для двумерного объекта эта плоскость только одна, плоскость Х, У. А в трехмерном пространстве добавляется еще одна ось З. Соответственно, мы можем взять новые плоскости. Помимо плоскости Х, У, у нас добавляются плоскость Х, З и У, З. То есть трехмерный объект мы можем вращать в трех плоскостях. А в четырехмерном пространстве у нас добавляется еще ось W. И соответственно, добавляются еще три плоскости. Х, У, У и З, У. А значит, в сумме в четырехмерном пространстве объект мы вращаем в шести разных плоскостях. То есть для описания угла поворота четырехмерного объекта нужно целых шесть параметров. Я сам об этом как-то не задумывался, пока не попробовал описать вращение четырехмерного объекта. И я сделал опрос об этом в сообществе канала, и оказалось, что треть подписчиков уже знают о том, что для вращения четырехмерного объекта нужно шесть параметров. И да, такая статистика была даже до того, как в комментах написали правильный ответ. Давайте теперь попробуем вращать четырехмерный гиперкуб. Его центр пересекается с нашим трехмерным пространством, и в нашем пространстве мы видим вот такой вот почему-то растягивающийся куб. Но на самом деле это все логично. Если мы возьмем трехмерный куб и сделаем все так же, то есть будем вращать его в одной плоскости и посмотрим на пересечение его с двумерной плоскостью, то мы увидим там такой же расширяющийся квадрат. Поэтому давайте повернем этот гиперкуб на 45 градусов в других плоскостях и посмотрим, как он будет вращаться теперь. Теперь он тоже меняется, потом возвращается назад, потом опять меняется, но в самой середине этого поворота мы видим абсолютно ту же фигуру, что была, когда мы поворачивали этот куб на 45 градусов и пропускали его через наше трехмерное пространство. Кстати, когда я уже монтировал это видео, я случайно в одном-другом видео наткнулся на такую вот гравюру, причем то видео даже было никак не связано с четырехмерным пространством. Гравюра 1514 года. Здесь есть вот такая вот фигура. Внезапно. То есть я буквально монтировал это видео и увидел там вот эту вот фигуру. О ней даже есть отдельная статья, смотрите, Многогранник Дюрера. И тут написано, что это загадочный Многогранник сложной формы. Есть даже памятник этому Многограннику. И мне кажется, или гиперкуб, повернутый на 45 градусов, ровно своей серединой проходящий через наше трехмерное пространство, это та самая фигура. Это, конечно, скорее всего совпадение, вряд ли он 500 лет назад рисовал четырехмерную фигуру, но вдвойне интересное совпадение то, что у меня эта фигура была буквально открыта вот тут вот в Юнити, когда я наткнулся на эту гравюру. Хотя смотрите, тут написано, что он был первый, кто придумал проецировать трехмерный объект на три плоскости. Может быть, он еще и четырехмерные проецировал, но давайте лучше не будем искать в этом какой-то глубинный смысл, а будем двигаться дальше. А дальше, чтобы лучше разглядеть эти самые четырехмерные фигуры, я сделал их в VR. И у меня получился вот такой вот гиперкуб. Он выглядит как обычный трехмерный куб, но на самом деле я могу его вращать еще в четырехмерном пространстве. И могу делать так, чтобы он проходил через наше трехмерное пространство. И посмотреть можно на него с разных сторон. Вот так вот он выглядит, проходя через трехмерное пространство. И еще вращаясь в четырехмерном. Но особенно мне тут нравится четырехмерный тор. Под таким вот углом поворота он выглядит как обычный трехмерный тор. Но если я его начну вращать в четырехмерном пространстве, то он будет выглядеть вот так. Вот так он выглядит как два тора. А если я поверну его вот так, то получится какой-то руль. И еще можно сделать вот так. получится две вот такие вот штуки и даже вот такие вот разные штуки. Это все пересечение четырехмерного тора с трехмерным пространством. Получается очень удобно, что в трехмерном пространстве поворот описывается тремя параметрами, а в четырехмерном шестью, потому что я могу поворачивать один контроллер и этот поворот дает мне как раз три параметра, а второй контроллер дает еще три. Получается, что одним контроллером я могу крутить объект только чисто в трехмерном пространстве, а вторым чисто в четырехмерном. Но смотрите, у меня четырехмерный куб вращается вот так. Но вы, возможно, могли видеть в интернете вот такие вот анимации вращения четырехмерного гиперкуба. Даже на Википедии есть такая вот анимация. Поэтому я попробую сделать не заполненный куб, а такую вот пустую рамку. Это трехмерный вариант. А вот это четырехмерный вариант. И почему-то выглядит он не совсем как в тех анимациях. А все дело в том, что я показываю срез фигуры. То есть только тот ее кусочек, который проходит через наше 3D пространство. В то время как здесь мы видим проекцию четырехмерного объекта. То есть весь объект целиком, который проецируется на трехмерное пространство и потом это все проецируется на двумерную картинку. Давайте я попробую тоже нарисовать проекцию гиперкуба. Но если в случае среза получалась одна целая трехмерная фигура и я ее рисовал как один непрозрачный объект, то вот в случае проекции нужно рисовать только вершины. Ну и, например, связи между ними. Потому что проекция это как тень от объекта. Если мы сделаем его заполненным внутри, то мы не увидим, что находится внутри. Поэтому мне нужно нарисовать куб только вершинами и линиями. И для этого есть один очень интересный способ, для которого нужно сначала взять количество измерений, в которых мы будем конструировать этот куб. Давайте для начала возьмем трехмерный куб, поэтому число будет 3. Теперь возводим 2 в степень этого числа. 2 в третьей степени получается 8. И теперь перечисляем числа от 0 до 8, но не включая саму восьмерку. Полученные числа переводим в двоичную систему. И теперь одну цифру этого двоичного числа мы используем в качестве координаты по оси x, другую по оси y и третью по оси z. И это работает для любого количества измерений. Например, если бы мы изначально взяли число 4 для четырехмерного пространства, то и двоичные числа получились бы четырехразрядные. И, соответственно, четвертую цифру этого двоичного числа мы бы использовали для четвертого измерения. А теперь давайте я расставлю вершины в этих координатах и видно вот такую вот штуку, уже похоже на куб. Теперь, сколько бы ни было у нас измерений, нам нужно соединить те вершины, которые отличаются только одной координатой. Получается уже такой вот трехмерный куб, но как его сделать четырехмерным? Проблема в том, что если сейчас я сделаю его четырехмерным, ничего не поменяется. Потому что для рендера картинки трехмерные движки используют лишь первые три координаты. А что же делать с четвертой? Ну, смотрите, на самом деле, когда мы рендерим трехмерный куб, мы его тоже рендерим на плоскость. Но объекты, которые ближе, выглядят больше, а те, которые дальше, соответственно, меньше. Также можно поступить и с четвертой осью. Чем дальше вершина от нас в четвертом измерении, тем она меньше. И получается вот такой вот гиперкуб. Я его сейчас вращаю, но вращаю я его пока еще в обычном трехмерном пространстве. А теперь давайте попробуем этот трехмерный поворот поменять на четырехмерный поворот. И получается как раз такая же анимация, как была на википедии. Кстати, смотрите еще какую штуку нашел. Возьмем только вершины и будем их вращать. А теперь попробуем вращать вершины уже четырехмерного гиперкуба. С одной стороны это может показаться даже чем-то похожим на обычное вращение, но если я еще буду поворачивать камеру, то тогда уже непонятно, что тут происходит. Теперь опять возьму вершины обычного трехмерного куба, начну их вращать, но пусть они еще оставляют за собой след. И получаются два вот таких вот круга. А вот что будет если вращать вершины четырехмерного гиперкуба. И при этом эти вершины оставляют за собой следы, и получается вот такая вот бабочка. А еще смотрите какая штука. Если мы будем вращать плоский квадрат в нашем трехмерном пространстве, то будет выглядеть как будто он как-то сжимается, растягивается, переворачивается. Ну мы конечно привыкли видеть трехмерные объекты, поэтому мы видим, что одна сторона приближается к нам, другая отдаляется. А вот теперь если мы возьмем обычные трехмерные кубы, будем вращать его в четырехмерном пространстве, то он тоже будет как-то сжиматься, растягиваться, переворачиваться. Ну ладно, давайте вернемся к четырехмерным фигурам. Я тут хотел показать много разных четырехмерных фигур, но возникает один вопрос. А как их вообще сделать? То есть как вообще можно сконструировать четырехмерный объект? Ну и как обычно, чтобы в этом разобраться, нужно разобраться в более простых объектах, а потом продолжить по аналогии. А более простые это даже не 3D и даже не 2D, а просто одномерные объекты. И все дело упрощает еще то, что в одномерном пространстве у нас есть только один единственный объект. Это линия. И так как это только один возможный объект, то с нее будет как раз хорошо начинать. Давайте попробуем расширить ее в двумерное пространство. Для этого мы можем как бы взять и вытянуть линию в новое измерение. Таким образом у нас получится квадрат. Но это еще не все, потому что мы можем взять и повернуть линию вокруг своей оси и закрасить все точки, через которые она прошла при вращении. И у нас получится круг. И вот у нас уже есть 2 разные операции, которые помогут расширить фигуру в новое измерение. Вытягивание и вращение. Теперь я могу взять этот круг и вытянуть его уже в третье измерение, получив цилиндр. А если я вытяну квадрат, то получу куб. А вот если буду вращать квадрат и закрашу все точки, через которые он прошел, то получится тоже цилиндр. То есть вытягивание круга дает цилиндр и вращение квадрата дает цилиндр. Похоже, что когда мы на фигуру несколько раз применяем эти вращения и вытягивания, то их порядок не играет роли. Поэтому у нас есть 2 способа получить цилиндр. И получается вот такая вот схема. Из линии получаются квадрат и круг, а из них получается куб, цилиндр и сфера. Кстати, правильнее тут, наверное, будет это называть не сферой, а шаром, потому что сфера это только поверхность, а шар он заполнен внутри. Поэтому технически у меня это везде тут шар. Но я в этом видео уже столько раз сказал слово сфера, что пусть это и дальше будет сферой. Но давайте перейдем к четвертому измерению. Если мы возьмем куб и вытянем его в новое измерение, то мы получим четырехмерный гиперкуб или тессеракт. Но со сферой все просто, она со всех сторон одинаковая, поэтому как бы она не вращалась, она все равно будет выглядеть так же. А вот посередине у нас получаются две новых четырехмерных фигуры. Это кубиндр и сфериндр. Это два новых варианта цилиндра. Обычный трехмерный цилиндр в одной проекции дает круг, а в другой квадрат, ну или прямоугольник. В четырехмерном же пространстве у нас есть цилиндр, который дает в одной проекции цилиндр, а в другой куб. Поэтому он называется кубиндр, а второй называется сфериндр, потому что в одной из проекций он дает сферу, ну а во второй тоже цилиндр. Но в четырехмерном пространстве становится возможным еще один цилиндр. Он называется дуоцилиндр. С одной стороны он выглядит как цилиндр, а со второй как цилиндр. А какие еще фигуры мы можем сконструировать? Сейчас вот у меня есть только две операции, вытягивание и вращение. Но что если делать вращение не вокруг центра фигуры, а вокруг какой-то другой точки? Например, если вокруг какой-то точки провращать круг, то получится трехмерный тор. И чем больше расстояние от круга, который мы вращаем до той точки, тем больше радиус тора. Теперь если взять этот тор и провращать его еще и в четырехмерном пространстве, то получится вот такой вот четырехмерный тор. Но как и в случае с цилиндрами, это не единственный вариант четырехмерного тора. Трехмерный тор получается, если мы возьмем круг и начнем вращать его вокруг какой-то точки. Соответственно, мы можем взять трехмерную сферу и провращать ее вокруг какой-то точки, чтобы получить четырехмерный тор, а точнее, как это называется, сфере тор. А если мы возьмём трёхмерный Тор, а потом будем вращать его без отступа, то есть просто вокруг своего центра, то получится Торосфера. И как и в случае с цилиндрами, есть особый четырёхмерный Тор, который в четырёхмерном пространстве со всех сторон выглядит как Тор, и называется он Тигр. Не знаю, почему так получилось, но это Тигр. Трёхмерный Торосфера Или проворачивать с отступом и получить в сфере Тор. А ещё тут есть треугольник, новая фигура. Например, треугольник можно вытянуть в трёхмерном пространстве и получить призму. И треугольнику соответствует новая операция, вытягивание точки. Если мы вытянем точку из треугольника, то получится Тетраидер. Можно попробовать вытянуть Тетраидер, или вытянуть из него лишь одну точку, чтобы получить Симплекс. Если вытянуть точку из круга, то получится конус, а если вытянуть точку из квадрата, то получится пирамида. И вот ещё напоследок несколько четырёхмерных фигур, проходящих через наше трёхмерное пространство. Ну и конечно же, чтобы продвинуть это видео, ставьте лайки и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok